Интерфейс PowerPoint Пользовательский интерфейс Microsoft Office PowerPoint 2010 был значительно доработан и улучшен в плане функциональности и удобства работы. Кнопка File, а также доработанная лента максимально упрощает для пользователей работу с документами и дает возможность быстрее найти нужный инструмент. Рассмотрим интерфейс более подробно. Главным элементом пользовательского интерфейса Microsoft Office 2010 является лента, которая идет вдоль верхней части окна каждого приложения. На ленте размещены тематические наборы команд и собраны во вкладках и в группах. На вкладках располагаются команды, сгруппированные по группам, которые обычно совместно выполняются для достижения определенных целей. В PowerPoint 2010 отображена лента с 8 вкладками. При запуске программы первой всегда активна вкладка «Главная», но по мере форматирования слайдов и при переходе к новым объектам работы автоматически активизируются дополнительные вкладки, необходимые для решения новых задач. В группах располагается набор схожих по действию команд, сформированный по принципу наибольшей близости по типу выполняемой задачи. В группах непосредственно и находятся кнопки для выполнения определенных команд или активации меню. Например, в группе «Слайды» находится набор инструментов по созданию и редактированию слайдов. Основную роль играет рабочая область программы Microsoft PowerPoint 2010. Эта область находится в центре. Здесь отображается сама презентация, состоящая из отдельных страниц, слайдов. Слева отображается панель с двумя вкладками «Слайды» и «Структура». Эта панель обязательно пригодится при каждой работе с презентацией. Вкладка «Слайды» содержит список всех слайдов презентации. Здесь можно менять порядок, дублировать и удалять слайды. А на вкладке «Структура» отображается иерархическая структура, содержащая заголовки и тексты слайдов презентации. Ниже располагается панель заметок. Сюда можно вписать заметку каждому слайду. Еще ниже расположена информационная панель, где отображается порядковый номер текущего слайда и общее количество слайдов презентации. Также здесь указывается тема оформления слайда и язык. Справа можно выбрать режим просмотра и масштаб. Субтитры создавал DimaTorzok